Если вы хотите узнать, как Флейм ролеплей ворует все у Аризоны, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризоны РП. Вся дополнительная информация в описании. Сегодня, знаете, у нас пойдет разговор про немного не мою стезю, это все-таки не новости, это больше какие-то рассуждения и вот все-все-все прочее. Однако тут будут задействованы ваши любимые темы, а именно мобильные сервера GTA Sample, на которых вы, как и многие другие мои подписчики, могут играть. Возможно, и не мои подписчики, возможно, и не могут играть. Ну, в общем-то, какая разница, если все равно мы тут обсуждаем вещи, которые интересны большому кругу людей. Все дело в том, что сейчас мобильный сегмент, он, знаете, растет и растет такими, знаете, семимильными шагами, если так, разумеется, можно сказать. Потому что только в мобильном сегменте, только мобильные сервера составляют около 14 тысяч онлайна. А это, как вы понимаете, неплохо. То есть 14 тысяч онлайна, это как, ну, я не знаю, 12 серверов Аризоны, да. То есть Аризоны там, да, откроют еще несколько своих серверов, и вот будут те же самые 14 тысяч онлайна. А тут, вот в целом, мобильный сегмент собирает вот такие вот внушительные суммы. И это при том, что большое количество людей до сих пор не знает, как можно установить вот эти вот самые лаунчеры, клиенты и вот все-все-все прочее. Они об этом в самом деле не знают. Именно поэтому вот на ютубе, да и вообще там, знаете, телекрам-каналы на всем этом растут, которые помогают вот как-то устанавливать, либо там, знаете, Аризоны Мобайл, либо какие-то другие лаунчеры, клиенты и вот все-все-все прочее. То есть все это в любом случае растет вот как тот же самый сам мобайл и вот все остальное вообще сам на андроид. Но вы знаете, у меня есть некоторые претензии. Вот все, наверное, знают, что уже появились новостные журналы по мобильному GTA-сампу. Я даже снимал об этом свой видеоролик, в котором рассказывал о том, что каких-то таких, знаете, сильных событий не происходит. И то, что ютуберов в мобильном GTA-сампе, их на самом деле мало и ниша не занята. Поэтому любой из вас сейчас может начать снимать какие-нибудь видеоролики по мобильному GTA-сампу и тем самым собирать там, знаете, себе аудиторию, а потом начать рекламить мобильные сервера GTA-сампа. Потому что они сейчас тоже открываются, им сейчас тоже нужна реклама. И вот где же ее брать-то, если ютуберов особо не будет, да и они, в общем-то, заняты. Там мне скидывали какой-то есть мистер Аллен, есть уже там, знаете, какой-то Тако-самп. И я без понятия, что за название, как они их вообще придумывают. Но название как название, как бы куда деваться тут, ну, в самом деле. И вот все они, так или иначе, в той или иной последовательности, занимают свои какие-то сервера. То есть мистер Аллен там на Сантропе, рулиплей занимает, Тако-самп вроде тоже там на Сантропе. И вот открываются вот эти вот, все знаете, мелкие сервера, которые рассчитывают на поддержку комьюнити. Которые закупают вроде как рекламу вот в этих вот во всех мобильных GTA-самп журналах. И по итогу получают полное порицание. Почему они это получают, сейчас я вам расскажу. То есть, что бы они ни сделали, какое бы обновление они ни выкатили, какой бы трейлер они вот этих вот самых обновлений не представили. Все равно все скажут, что... Ой, да блядь, это же было на Arizona Roleplay. Типа, вы чё, кто на этой хуйне играть будет? Потому что Arizona Roleplay ворвалась вот в этот вот весь мобильный гейминг. И вообще взорвало абсолютно всё. Потому что, ну вот сейчас даже вот мне каждый день, там, я не знаю, минимум по два человека пишут. И говорят, чел, ну вот помоги как-то решить вот эту вот проблему, связанную с Arizona Mobile. Как поиграть-то, вот мы хотим поиграть, а мы не можем. Как нам это сделать? Расскажи, покажи вообще, что нужно сделать-то нам. И, в общем-то, я им рассказываю, показываю, там, мол, сделайте то, сделайте это. Перейдите в мой телеграм-канал, потому что я мало чего вообще знаю. Там, возможно, помогут какие-то люди. Помогает кому-то переустановка кэша, помогают кому-то там, а вот все, знаете, или прочие штуки. Поэтому я в большинстве случаев бываю абсолютно точно бессилен. Но вот когда открываются какие-то новые стартапы, или хотя бы пытаются открыться и закупают рекламу, то есть они сразу встречаются с тем, что комьюнити GTA Sampa токсична. Я-то ко всему этому привык, как бы тут тебя окружают одни дебилы, когда тебя окружают одни имбецилы ебучие, которые снимают вот эту вот свою заурядную хуйню, там, знаете, жизнь бомжа, там, то-то, то-то, там, путь к тому-то, к тому-то. И, разумеется, большинство это не дресс, большинство людей, которые уже, знаете, как-то там поигрывают в самп, либо их что-то связывает с этой игрой, они вот все это слышат, все это видят, волей-неволей станешь токсичным, если ты не 10-летний или, там, не 12-летний уебан. Ты даже, блядь, Брулев, я в своем обзоре демонстрировал, что даже, блядь, Брулев, который, блядь, мастодонт конъюнктуры и вообще вот всеобщее вот этого разложения своим вот деградантством вот этим вот, даже он против уже вот этих, знаете, бомжей, ножей, там, всех прочих вот этих, блядь, пути бомжа, жизни бомжа-депутата, это вообще пиздец какой-то, кто вообще такое мог видеть? Разумеется, тут опопахивает немного лицемерием, но я думаю, что мы в данном видеоролике о лицемерии говорить не будем, то есть у меня уже столько видеороликов было про Брулева, круто, конечно, что Arizona Roleplay такой онлайн, но не круто, что там, блядь, да вы же это уже слышали. В общем-то, 3 из 10. Как бы, кто не видел, то смотрите самп-обзор, на него он уже собрал там 1500 просмотров, поэтому, как бы, посмотрите его, он охуительный, он на час 18 минут, он вообще пиздатый. И дело-то всё в том, что, вот понимаете, открываются проекты, открываются вот, что-то хотят сделать, что-то хотят вложить денег, и вот встречаются с тем, что вот многие говорят, ну, бля, ну, чуваки, ну, вот это уже было на Arizona RP, зачем нам ваш вот этот вот, знаете, какой-нибудь тот же самый Flame Roleplay, который сейчас открывает 17-летний, насколько я понимаю, мальчик, зачем нам вот этот вот, знаете, ваш Flame Roleplay, если у нас есть Arizona Mobile к нам пришла, зачем нам всё это надо, то есть даже на бетке, на сырой бетке, которая вылетает, с которой там всякие прочие проблемы встречаются, даже на ней хотят более играть, чем на каких-то непонятных серверах. Почему? А потому что Arizona это стабильность, это престиж, это круто, я не перестану это говорить, и все хотят поиграть, безусловно, на Arizona Mobile. Никому не нужны вот эти стартапы, зачем? Вот они, сегодня они есть, завтра их нету, но стартапам шанс нужно давать, ведь чем больше серверов, тем больше конкуренции, тем лучше получаем мы обновления, потому что каждый старается хоть как-то, хоть где-то там что-то вот получше сделать, хоть как-то, хоть где-то что-то удивить, поэтому я вас призываю поддерживать стартапы. А также я вас призываю зайти на Arizona RP, ведь введя мой промокод на пятом игровом уровне, если вы его достигнете, вы сможете получить целых 300 тысяч вертов. А это как бы неплохой старт, и у вас как бы всё будет хорошо, а также по ссылочке в описании есть мой телеграм-канал, в который вы можете вступить, и там, допустим, задать свои вопросы людям, которые играют на Arizona Mobile, либо на каких-нибудь других серверах, проектах и на всём-всём прочем. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока!